Семён Петрович Потыкин Семён Петрович Потыкин Потыкин глядел на всё это и жадно глотал слюнки. Глаза его подёрнулись маслом, лицо покривило сладострастьем. «Ну, можно ли так долго?» — поморщился он, обращаясь к жене. «Скорее, Катя!» Ну вот, наконец, показалась кухарка с блинами. Семён Петрович, рискуя ожечь пальцы, схватил два верхних, самых горячих блина и аппетитно шлёпнул их на свою тарелку. Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки. Потыкин приятно улыбнулся и кнул от восторга и облил их горячим маслом. Зосим, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно, с расстановкой, обмазал их икрой. Места, на которые не попала икра, он облил сметаной. Оставалось теперь только есть, не правда ли? Но нет. Потыкин взглянул на дела рук своих и не удовлетворился. Подумав немного, он положил на блины самый жирный кусок семги, кильку и сардинку. Потом уж, млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот. Но тут его хватил апоплексический удар. Продолжение следует...